Дорогие друзья, последние два часа я бегаю по квартире, одна всё собираю. Кстати, одной гораздо веселее. Можно сосредоточиться. Вот так выглядит детская моих детей, бывшая детская. Так, всё вынесено. Здесь остатки какие-то, из кладовки тоже удалось всё забрать. Мальчики грузоперевозка очень быстро бегают, всё уносят. Это мешок, остаётся гигантский мешок одежды. Вот сейчас тут ещё по чуть-чуть заберут саночки. Даю объявление о продаже вот этого шкафа. Другие два шкафа уехали позавчера. Я забрала стиралку, забрала посудомойку и холодильник. Здесь такой развал. Видимо, я завтра приду ещё мыть. У-у-у! Эхо вам слышно? У-у-у! Тут я жила, тут ничего уже нету, только стол напоминает о том, что мы тут были. У меня дико просто болит нога, невыносимо просто. Да, люстры никто у меня ещё не снял, я совсем про них забыла. Хорошо, что с вами хожу и осматриваю, что осталось. В тот раз мы заказывали машину, которая называется 1400 килограмм. Сегодня, по-моему, точно такая же. Ну что, смотрим последний раз в окошко. Всё, пока, Парнас, пока-пока-пока. Смотрите, что я вам покажу. Это юбка белоснежки. У меня есть платье белоснежки, оно очень короткое, вот такое неприлично короткое. А это я была белоснежкой, когда работала в реабилитационном центре на Новый год. Не знаю, куда поставить, чтобы вам показать, никуда не поставить. И я надела белоснежку, и наша логопед пришла в ужас, сказала, Аня, ты что, нельзя такое короткое. И мне специально швея пошила такую юбку удлиняющую, то есть она надевается прямо на короткое платье белоснежки. И под неё у меня есть кринолин. Вот это огромнейшая юбка, совершенно нереальная. Вы её никогда не видели, потому что я её, собственно, надевала один единственный раз в жизни, вот на тот Новый год, когда я была в реабилитационном центре белоснежкой и развлекала таким образом больных детей. Вот. Ну, я не выкидываю. Сколько лет прошло? Ну, больше 12. 12 лет назад я уволилась оттуда. Не вру, 12 лет назад я туда устроилась. Я уволилась оттуда лет 8 или 7 назад. Квартира пустеет, грузчики ходят, 2000 в час они ходят. Так, здесь мебели нету. Осталось снять люстру. Здесь мебели нету. Стол мы этот не забираем, его надо откреплять, он прикреплён. Тоже люстру осталось снять. Так, тут стиралка вывезена, всё вывезено. Вещей нету. Так, тут шторку забыла снять. Всё, вещей нету. Вход. Санузел по плану был там. Так, в этой комнате вещей нету, мебели нету. Люстра тоже осталась не снята ещё. На кухне техника вывезена. Мелочёвка осталась. В шкафах ничего почти что нету. Тоже люстра не снята. Так, этот шкаф, остаётся, я его продам. Дам объявление. И здесь практически всё вывезено. Мы перевезли остатки вещей, я покажу вам кладовку. Она меньше моей. Но всё-таки она не маленькая. Кстати, вторая штанга пустая. А сюда доставили вещей, добавили. И вот в серединке я спала сегодня, теперь спать мне негде. Ребята, мы привезли сюда две машины, которые назывались 1400 килограмм. Ну, конечно, тут не так много килограмм, просто они измеряются в весе. Я не знаю, зачем столько вещей. Это какой-то кошмар. Пока нет шкафов, это просто Армагеддон. Как только будут шкафы собраны, шкафы здесь вот они. Это всё уйдёт в шкафы. Но вопрос, как собрать шкаф, если нету места. Привет, Мишка. Вы не поверите, это не наши вещи. Это вещи хозяев квартиры. Потому что они их заберут после сделки, которая будет через месяц-другой. Сюда засунули мой холодильник и мою... Что это? Посудомойка. Как ваши дела? Я, увените, вот это вот так и вот так сделала. Открутила-вкрутила. Теперь всё это открутилось, а когда-нибудь подкрутим. Ты с ума сошёл. Не трогай компьютер. Ты что? Я снимаю видео. Тёма узнает, что ты трогал компьютер. Так, а как вы тут? Вот в это играй, и проблем не будет. Я в это хочу. В это нельзя играть. Помогите, не понимаю. Что? Не понимаю, как включать. Так, сначала сюда. Можно приставку в туалет. Теперь выбираем чик. И теперь чик. Теперь сюда добавим соль. Мастер-класс. Меня учили включать это. Ты не слишком мало положила? Я думаю, нет. По-моему, совсем мало. А ты её мыла? Нет. Соня. Пошли первых гостей провожать. А чё ты такие большие тапки? Дай мне тапки. Сейчас я вспышку включу. А почему? Это широкоугольный объектив. Не даёт мне вспышку включить. О! Так. О, чеснок не растёт. Чеснок растёт. Нагнись. Посмотри, он увеличился. Я специально вам привезла. Не доставай. Ребята, я сейчас упаду. Дайте встать. Да, не ведите. Подними меня. Сейчас посмотрю. Ну, во-первых, я никакого такси пока что не вижу. Сейчас подниму тебя. На вас вспышка смотрит? Я запахнулась. Запахните курточки. Я была на Парнасе сегодня. Там ледяной ветер меня снесло от машины до подъезда. А здесь, смотрите, как круто. Да, никакого ветра. А вон какие качели. Шикарные. Сейчас увидишь. Мама, подними меня. Вон они вышли сейчас. Ну что, наше сумасшествие заканчивается ужином. Дети второй раз, да, едят. Или первый раз за день нормально едят. В режиме переезда. Переезд за два дня закончен. Всех люблю. Скоро подробности. Ну, в общем, я сейчас не в самых комфортных условиях нахожусь. Поэтому мне нужно поискать, где спать. Я не могу сейчас вообще ничем заниматься. Мы только что переехали. Друзья, сейчас вечер. Я монтирую для вас видео. И попалось мне на глаза фото, а не видео. Решила вам его показать. Это опись кухни, которая дана мне в пользование на время проживания в этой квартире. В качестве еще пока не владельца. Поскольку сделка до сих пор не состоялась. И будет это не скоро. Мы здесь живем на птичьих правах. И вот такая дорогущая кухня. Собственно, когда я подписывала, ставила свою подпись справа, я не считала нолики. А когда приехала, показала Тёме, я немножечко в шоке. Но эта кухня действительно стоит того. Я очень скоро покажу вам ее поподробнее. Но пока на самом деле нет ни секунды времени заняться нормально съемками. Так что немножечко вас ввожу в курс дела. Надеюсь, вы тоже в шоке, как и я. Вот такая кухня мне досталась. А тем временем в этой комнате прибавилось вещей. Где я вам вчера снимала вечернюю болталку. И сегодня очень большой был день. Дети сейчас легли спать. Где-то в 11 они уснули. Я монтирую вам видео вот в таких условиях. Вот здесь у меня чашечка. Тут дети что-то таскали. Это наперекосяк стоит кусок стола. И я тут неизвестно на чем сижу. На кусочке дивана вещи прибыло. Спать мне негде. Я буду спать с детьми на диване. Буду третий, так сказать. Не знаю. Меня это не ратует сегодня. Все в вещах. Все в вещах. Дети купались в ванне. Довольны. Да, нет, слава богу, довольны. А то он у нас капризный. Сначала ему показалось, что ванна плохая. Все хорошо. У нас уже были гости. Грузчики так долго носили. Сегодня еще 6 часов носили. Представляете? Позавчера 6 часов. И сегодня 6 часов. 2 тысячи в час они носят. Но за тот раз мы доторговались до 9 тысяч за 6 часов. А сегодня удалось только до... Сколько? 10 500 они взяли. 10 500. Они прям были намерены взять 12 тысяч. Это какой-то кошмар. Но зато нынешний переезд. Стоит отметить такие черты, как оптимизация процесса. Если раньше нужно было заказать грузоперевозку за сколько-то дней. Слушайте, русские не работают. Грузчики не работают. Если у вас скоро переезд, то я вам хочу сказать, что все гораздо проще, чем раньше. Только плати. Раньше нужно было подгадать, чтобы это был лучше будний день, чем выходной. Лучше заранее время все оговорить и так далее, и так далее. Теперь вызываешь Яндекс.Такси, нажимаешь там грузоперевозки. Это ни в коем случае не реклама, там не нормальные цены. Не пользуйтесь этим. Просто такое было начало. Грузоперевозки, Яндекс, Яндекс.Такси, доставка и выбрали опции. Выбрали такую опцию. Самая большая машина, 1400 килограмм у них указано. Я не понимаю, сколько это, но больше не было. И можно выбрать водитель без грузчиков. Один грузчик плюс водитель. В лице водителя второй грузчик. Водитель плюс два грузчика. А может, вру. В общем, я выбрала водитель и грузчик. Вот, чтобы они были грузчиками. Водитель плюс грузчик. Машина в приложении ищется так же быстро, как такси. То есть, прям сразу вам пишут. Подача там через 9 минут. Вот. И далее я разговаривала позавчера. Просто пытала этих водителей, сколько лет они за рулем, сколько лет они работают в грузоперевозке, сколько лет они грузчики. По тонусу первого я просто забраковала, сделала отмену заказа. Второй был весьма себе коммуникабелен, рассудителен. И мне показалось, что он нормальный. Но он сказал, давайте мимо Яндекса это сделаем. Просто скажите мне ваш номер. Я вам сейчас перезвоню, мы с вами договоримся. Значит, в чем прикол? В том, что в Яндексе, когда я все это поставила, эти опции и адрес, то высветилось 3500 рублей. Но я понимаю, что 3 комнаты мебели нельзя вывезти за 3500 рублей. Мы как бы вроде как местные. И я их пытала, сколько это будет стоить. Они мне сказали, что 3500 рублей это оплата дороги от и до. На погрузку дается 10 минут. Понятно, что за 10 минут даже диван нельзя снести вниз. Поэтому дальше каждый час Яндекс будет оплачивать отдельно. Я говорю, как я узнаю, сколько это будет стоить. Они не могут сказать, сколько это будет стоить. Может плюс 2000 в час, может плюс 3000 в час. Ну, конечно, они могли знать и могли сказать, но им выгоднее не говорить. Значит, я так и не знаю. Но мне эта неизвестность пугает, когда я не могу позвонить, договориться. То есть приложение мне выставляет счет на 3500 рублей. Дальше неизвестно, сколько часов и почем час. Поэтому я договорилась со следующим ответившим. То есть я сделала заказ и сразу звоню водителю и разговариваю с ним. Вот. Тема просто в шоке. Ему было ужасно стыдно, что я так делаю, что я спрашиваю. Сколько вам лет? Сколько вы работали? Ну вот. В общем, все. Перевезли нас за 6 часов. Сразу сказали, что давайте так, 2000 в час. Дорогу они не учли позавчера. Сегодняшних мне посоветовали позавчерашние. Когда я договорилась с ними, что они нас еще раз перевезут. Сегодня я позвонила. Они сказали, в воскресенье без вариантов нету ни свободной минутки. Сейчас я вам дам ребят. Они вас за 2 часа перетаскают. Но он не заметил, что такая огромнейшая квартира, в которой по чуть-чуть везде оставались вещи. Это были пакеты и коробки. И он дал мне ребят, которые не сделали это так быстро. На самом деле просто в первый день перевозились шкафы, кровать, какие-то значимые для меня по весу вещи. И мне казалось, что это круто, что они за 6 часов уложились. А сегодня таскали всякое «Г», которое вообще хотелось выкинуть. Просто безумное количество игрушек, каких-то запасных вещей, одежды на вырост и так далее. В общем, еще на десятку привезли неизвестно чего. Короче говоря, переезд обошелся, похоже, в 20 тысяч. Плюс помощникам я платила. Не в 20, ну в 1025, наверное. Вот. Ну, плюс еда, которую мы покупали все время, и я не готовила. Получилось дорого. Это краткое эссе о переезде. В общем, я вот так вам советую делать. Какие-то другие грузовичков и так далее мы использовали 10 лет назад. Сейчас не используем. То есть мы обратились к Яндексу и обошли Яндекс.Мимо. Нехорошо это советовать, но это было оптимально. Сегодняшние мальчики сказали, что вот это они называют мелочевка. Мелочевку таскать, конечно, долго. То есть они ходят с этими коробочками. Коробочки разных размеров, самых небольших. Сегодня я не смогла купить коробки уже. Я не думала, что так много вещей. Еще у нас два велосипеда, два самоката. В тот раз было две инвалидные коляски. То есть, короче, какой-то кошмар. Гигантский, длинная такая удлиненная машина. Похожа на Газель, но не Газель. Хорошие, нормальные машины новые. Вроде в тот раз был Фиат Дуката. Что-то в этом духе. Удлиненная. Сегодня тоже длинная. И я про что? Я про то, что очень дорогой переезд, но очень быстро все оптимизировано. То есть настолько быстро находят те машины и грузчики. Грузчиков, я помню, в те переезды раньше. Тебя выспрашивают, сколько у тебя вещей. На каком-то этаже. Так было раньше. Сколько метров до подъезда. Подойдет ли машина к подъезду. Вот это все-все-все считали эти, как сказать, коммутаторы, как сказать, диспетчеры. И тебе выставляли счет, который потом никогда не соответствовал действительности. Потому что каждый грузчик говорил, а у вас тут нести, а у вас там еще три ступеньки, а у вас там мешков на 20 больше. Вот это я помню. Сейчас совершенно новый переезд. Все по-новому. Все. Болталась с вами. Всех люблю, всех целую. Сейчас Тема включил свой компьютер наконец-то. И он попробует открыть комментарий. Не знаю, это будет какое-то пролонгированное действие или сразу же включится настройка. Но скоро откроются комментарии. А то мне скучно так. Я как бы говорю сама с собой. От вас ничего не получаю. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Надеюсь, мы идем завтра в садик. Хотя бы Данечка. Боюсь говорить. Прямо отсюда. Прямо из переезда с вами Анна. Не переключайтесь. Нами не скучно. А нам-то как не скучно.